Добрый вечер! Мы хотим говорить о том, как побороть компьютерную зависимость партнера, как выиграть войну за сына с его бабушкой, как ребенку справиться с потерей близких людей. Опасные и необратимые последствия регулярных семейных конфликтов для здоровья. Разобраться во всем этом нам помогут наши эксперты. Семейный психолог Наталья Холоденко. Выдающийся экстрасенс Алена Курилова. Профессор сексологии Николай Бойко. Телеведущий, романтик и примерный семьянин Григорий Решетник. Юрист Михаил Крисяшнюк. Это первая пара, с которой я начал работать в этом проекте. Прежде чем вы узнаете, чем закончилась история семьи Данилюков, я бы хотел напомнить, что было с супругами во время проекта. Внимание на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ Время на экран. Время на экран. Время на экран. Время на экран. где-то блин оставлю и секса у нее нужно попросить да пошла святлана готова была разлучиться когда родители ссорятся постоянно я их разъединяю папа начинает психовать можно меня руку поднять під час розмовы в студии подружья визначилися у своих претензиях один до одного это его алкоголизм и его грейси начали все пытаются везде контролировать не доверяю мне вот толстая свинья а где же ты раньше был когда ты видела что такая аби чоловеки дружина смогли краще зрозуміти один одного психологи запропонували им поменяться местами я конечно не ждал что света в таких условиях работы не его это профессия не не могут охранником из его харизма не с его характером из его общим силой воли какая у него есть виктору вдалося поглянути на своё життя під іншим котом він зрозумів что его почали соромитися власне діти тому він прийняв рішення змінитися першим кроком на цьому шляху стала цілковита відмова від алкоголя я попытаюсь сам остановиться психологи сподівалися що якщо віктор станет таким яким його хоче бачити дружина стосунки бодай трохи налагодяться та виявилося причина проблему цей родині пола не лише у вікторове у ході подальшої роботи психологи дізналися шокуючи подробиці життя світлани виявилося що батько покинули її матір з двома дітьми і та здала їх в інтернат де з маленької дівчинки знущалися однолітки саме ця дитяча травма стала головною причиною її недовіри до чоловіків аби змінити ставлення світлани до віктора а саме припинити його завжди в усьому контролювати психологи вирішили вдатися до шокової терапії наприкінці проекту світлана яка колись змусила віктора піти з театру і кіно вирішила повернути його мрію професійно актёром мог би допустимо садіграти в якомусь проєкту съємка відеокліпу опять же молодежно хорошо роль второго плана а триумфальним воротям на сцену став виступ віктора на шоу ікс-фактор зустрічаєте віктор данилюк на честь 20-ї річниці весілля подружжя данилюків поновило свої обітниці что изменилось практически через два года после окончания съєму сейчас узнаем у нас в студії светлана данилюк здравствуйте светлана рад вас видеть прошу присаживайтесь здравствуйте студия расскажите как изменились у вас отношения ну кардинально конечно было очень изменено произошли очень большие уже у нас кардинально очень отношения во-первых стали слушать друг друга слышать друг друга ну я поняла что моя возможность так как он творческий человек и так как он не был самореализован ему нужно было дать вот этот полет нужно было дать возможность открыть свой конечно эгоизм так как я хотела быть такой главой семьи в общем я дала возможность своим всем вот этим криком утихнуть угаснуть где-то стараться не замечать то что меня раньше хотела замечать это больше всего я очень счастлива что мы приняли участие в этом проекте а скажите вот за эти два года ведь все же могло вернуться на круги своя как вам удалось вот удержать позитивные изменения и полагаю приумножить вы не думайте так чтобы на сразу все пошло как по маслу естественно это шаг за шагом это преодоление закончился проект мужа как бы не на людях нас уже никто не видит уже не надо стараться но эти шаги уже мы делали друг другу сами здесь очень верно заметили что окончание проекта финал проекта это не финал улучшений это начало совместной работы уже супругов над своим счастьем и я рад что вам эта работа удалась у меня как бы жизнь разделилась до проекта и после проекта даже первое время чуть ли не плакала так скучала правда до такой степени меня не хватало вот это была нехватка как бы до того он не мог себе реализовать или стеснялся или я не знаю какая была причина он не мог себе реализовать а тут когда уже увидели его на экране он пошел сам по режиссерам потому что например для меня на проекте вот было два самых тяжелых случая первый случай это спуститься с 16 этажа правда и второй стоять уговаривать режиссера преодолевая свое самолюбие я не знала как его преподнести как сказать что он замечательный самый лучший вот дать ему вот этот вот посыл чтоб он пошел туда понимаете у него сейчас более 80 проектов да вы что да и вот давеча он опять такие вот уже кричит хочет вот на кастинге и дочку за собой же потянул на кастинге пошла по стопам отца нет не хочет она ведь я не хочу у нас студии свидетели непосредственно участники всех изменений которые происходили в семье данилюков дочь и сын николь и даниил встречайте вы изменились это точно я бы наверное вас встретил бы не узнал а родители изменились не стали понимать друг друга раньше папа выпивал но теперь мы такого за ним просто не наблюдаем отец теперь больше уделяет времени нам то есть больше общается с нами начал ремонтировать дом хорошо что еще в этом помогаю конечно он теперь снимается везде больше готовить стал да и учить готовить готовит ремонтирует дом занимается с детьми но практически идеальный муж гордишься отцом горжусь вы знаете существует мнение успех мужа он всецело зависит от супруги которая с ним живет правда это или нет пока в наступали на на горло песни мужчины всем было плохо и когда проявилась его индивидуальность творчество и ну и собственно он сам вырос своих глазах рядом с женой который обеспечивает надежный тыл мужчина может многое а я думаю наоборот если бы не мой муж который находился мне сзади мой тыл небо наверное бы было бы очень тяжело и трудно я знаю что если бы кто-нибудь какой-то мой муж кто-то наедет убью поэтому я считаю что это он мой тыл на данный момент мне повезло с ним в этом плане давайте договоримся о том что вам повезло друг с другом да давайте почему вашего супруга сегодня нет с нами но у нас к радости и пришло огорчение в нашу семью получилось так что в прошлом году мы узнали что у него рак что рак четвертая стадия рака с метастазами сделали вот ему две недели тому назад операцию очень сложную радикальную операцию удалили ему все метастазы там каким-то лазерным способом каким-то буквально вчера рвался сюда на эфир он ведь я хочу я хочу быть здесь но у него еще не сняты швы и он еще с катетами вот он не может еще пока ему еще нужно неделю хотя бы побыть больницы только будет сниматься катетер посмотрит как там уже будет реабилитационный период дальше будет видно но он уже он уже сидит смотрит где какие кастинги он уже листает да он уже был хотел уже сегодня у меня утром один кастинг а вечером мы придем сюда он уже все расписал целеустремленный у вас супруг действительно рак это страшный диагноз тут любой согласится к огромному сожалению в жизни мне пришлось с ним столкнуться я разговаривал с врачами все они говорили одно и то же что рак это болезнь разочарования рак это болезнь разочарования я сначала не мог понять о чем идет речь то есть банальная фраза ну как это но у тебя человек рядом лежит с метастазами с четвертой стадии и я срывался говорил да не говорите ерунды что за разочарование и они говорили одно и то же что если ты человека правильно настроишь если ты человеку дашь свои силы человек пройдет через все это вот я вам могу сказать с уверенностью что если вы не будете падать духом вы мужа не потеряете вы проживете долгую жизнь и эта жизнь будет счастливой самое главное не стоит мужей недооценивать не стоит их гнобить и не стоит создавать им такие условия при которых они сами себя начинают съедать при которых их съедает необратимая болезнь может быть есть такие же семьи как наши я хотела бы сказать что живите вот сегодняшний мне вот завтра будет война завтра будет все уйдет все не будет ничего завтра может быть мир уйдет вот сегодня самое ценное самое дорогое что есть это благодаря близне поняла надо держать эту семью очень крепко возле себя потому что возможно завтра уже не быть мы даже не знаете что выйдя куда-то что может с вами произойти это для меня вот была самая решительная самое важное то что я поняла вот звучит сейчас нашим папой правда детки надеюсь что с ним все будет хорошо а вы продолжите приумножать те результаты которые сейчас у вас здесь спасибо большое сегодня у нас в студии женщина у которой надежды вернуть отношения с мужем не осталось это ирина осипчук я хочу напомнить вам историю этой семьи внимание на экран у ирины то артема починалось все начало касте зустрелись а коли обом было по шестнадцать и одразу покохали одни одного в этот момент в глубину его глаз заглянула я сразу я сразу поняла для себя что это моё та все же на початку стосунки в доля подготувала для пары випробования артема забрали до армии ира залишалися чекати на повернение коханого щодня перечитуючи его листы ретик моя любимая малышка пишет тебе твой раненый солдатик тёмочка не волнуйся со мной все хорошо просто чуть-чуть поднялась температура девочка моя прошу тебя не обижайся на меня дохлынула просто из лав збройных сил артем повернувся зовсім іншою людиною це стало для ирины справжньою несподіванкою яка перетворила її життя на суцільне пекло кожна сварка родини закінчувалася не поцелунком як раніше а побиттям нас всем были скандалы и драки очень вашей были а понимать аби змінити життя на краще ирина вирішила народити дитину жінка сподівалася що вагітність поверне колишнього артема і чоловік нарешті їй освідчиться та ані весілля ані покращення не дочекалася на тендітні жіночі плечі лягла уся відповідальність за фінансове становище родини ірина працювала без вихідних очікуючи від чоловіка підтримки натомість артем висловлював претензії про те що вона погана господиня істеричка головне безвідповідальна мати такі ж слова на свою адресу іра вислуховувала від свекрухи адже більшість часу хлопчик проводив у неї жінка таким чином намагалися уберегти онука від постійних чварта конфліктів його батьків після розмови з психологом бабуся зробила шокуюче зізнання якщо сім'я не налагодить стосунків вона забере дитину через органи опіки я очень боюсь того що в ребенок може попасть через опікунський совет я могу лишиться його нужно сделать все возможно для того щоб этого не було піднімаючи руку на дружину чоловік знав що вона не може дати йому відсіч тож психологи проекту вирішили поставити самого артема у таке ж становище після бою із жінкою борцем він зрозумів не треба доводити іру до такого щоб їх хотілося від мене оборонятися не треба це прекращати наступним кроком до налагодження стосунків у родині стало випробування мовчанням протягом дня герої мали право спілкуватися лише з допомогою дошки що була встановлена у їхній квартирі я раньше считаю что это счастливые люди которые живут с ним мою женой но на самом деле это очень не грустно плохо если я за день это почувствовал то через неделю наверно можно было бы волком зови днем она мне любви признавалась через доску и проснувшись ночью мне очень сильно захотелось тоже сделать и приятно аби подружжя згадало про час коли кожен з них був опорою для іншого психологи відправили їх на альпиниську гірку та результат виявився абсолютно несподіваним как бы когда он сказал просто килограм да типа веса у меня опустилось то что я знаю что я свой вес как бы не подниму аби подолати комплексы ирины щодо и ваги проект подарував жінці фотосесію у стилі ньо спершу чоловік сприйнялся ворожая сниматься в таком виде капец что что я такого сделала красиво не а что это плохо или что ты не видел даже фотографии артем не интересно твое мнение не извини меня пожалуйста не песку показываю не сиськи показываю артем та коли він побачил знімки був ошелешений ты самая красивая чтобы стати справжнім главою сімьи артем вирішив влаштуватися на роботу а ирина нарешті наважилася на відверту розмову зі свекрухою я понимаю что вы и бабушка и любите его просто мы хотим уже полностью понимать ответственность за сына то есть ну ту которую мы не понимали за это все время вы решили правильно я только за с двумя руками каждый из нас делал свои ошибки точно таки делала ошибки свои я я раскаиваюсь в своих ошибках я поняла что нужно себя держать а не воспитывать и попрекать жінки дійшли згоди заради маленького ивана батьки почали приділяти більше уваги сину артем вирішив зробити ирине пропозицію але незвичайным способом жінка не здогадувалась аби почути освещение ей потрібно було подолати свій страх висоти ирина вагалася проте все штрибнула я замужем девочки я замужем а тебе тоже надо конечно это без мужа так вот так вот так вот так и вот так никто не мог передбачить и того что сталося за півроку після съемок проекта у новую речную ночь артем пищу в життя женщина которая решилась прийти ирина осипчук встречайте здравствуйте ирина прошу присаживайтесь примите мои соболезнования к сожалению у вас было очень мало времени для того чтобы насладиться всеми прелестями семейной жизни с вашим супругом спасибо как вы себя чувствуете как видите плохо что с ним произошло сейчас секундочку після рекламы я просила врачей просила милицию как ну разбудите его сделайте что-нибудь мне сказали что за все тративши чоловейка ирина ледь не загубила сына она сказала что она это противоправные действия вы можете разорвать як выиграть вину зи свекрухою за власну дитину вы боитесь свою сукровь залишайтесь за стабе